Мы продолжаем нашу уроку втанью с самого начала, в седьмой главе, уже третья часть. По русскому переводу мы будем в странице 67, последний абзац внизу. В прошлом уроке мы поняли, что клепот много, поскольку она посредник между абсолютное зло, гимель клепот, три клепот, и к душу добро. Поэтому она способная поднять в сторону к душу, если правильно человек ведет себя по отношению с клепот много. Например, перевели нам два образца примера. Если человек, как Рава, ешь даже жирная говядина, но она сама, самый кусок говядины позволяет ему потом понять, достичь понимания, который до того он не мог достичь, без этого кусок говядины, то сама говядина превращается в святость. Что-то значит сама говядина, не плоть говядины. После того, что человек его съел, но уже нет его, да? Частичка Бога, который оживляет этого говядина, отделается от корова, и она поднимается к святости. Или, когда мы простыми людьми просто кушаем на удовольствие, но рады выполнению заповедей, наслаждаться едой в субботу или в праздниках, то, несмотря на то, что сама еда не превратилась в нашу учебу, но эта заповедь всевышна повелила нам поесть. Поэтому даже мы простыми людьми, выполняя эту заповедь, превратили еда, которую мы кушали в святой, то есть от них отделила, от всех видов еды, которые мы ели в субботу и в праздник, отделила частичка Бога, которая их оживила, и поднялась в святость. Теперь с этого точкой дальше будет переведен несколько пример один за другом, когда наоборот. Когда наоборот, когда я беру клепот нога и снижаю ее еще ниже, в сторону треклепота. И что именно меняет? И что именно снижается? Что это значит, что именно? Когда мы говорили, что к душу святость поднимается, клепа поднимается к душу. Кто поднялся? Не самой клепа, не самой корова. А частичка Бога, которая оживила этого говядина, она отделилась от зла, зла уходит. Он просто потеряется, расселся. А святость подняла и объединялась с ее источником, с Творцом. А что происходит, когда я снижаю клепа ниже? Кто соединяется вниз? Кто перевращается с треклепотом? Вопросы, которые мы будем уточнить в нашей главе, будет двой. Первый. Каких условий мы создаем для того, что, не дай Бог, этих вещами, которые принадлежат вообще, в клепат нога, снижаются в треклепот? И второй. Что именно становится в треклепот? Первый. Первый наш пример. Ах, но. Мишу безойлеле баса безой веяйн. Кто, который, как у нас говорят по-грубому, жрет. Он не кушает, он жрет. Прямо с луны от него уходит. Он все, что только ест. Обжора. Бодри, мы можем говорить, это не мы. Это мы. Когда мы просто видели вкусную еду, и прямо сидим, и все забывается. Мы находимся сейчас в Суккот. Рассказано, что один из праведников, я не помню поста, кто, и поэтому я не скажу, кто. Один из праведников. Увидел еврея, который был очень голодный, и прямо ел в Сукку, так, со всеми страстами. Страстом. Кушай. Он говорил ему, ты не в Суку. Он поднимает голову, Сука. Нет. Ты не в Суку, ты в тарелках. Вот такой вид еда, что мы не люди, мы в тарелках. Мы перестали есть, мы перестали существовать как личности. Мы растворяли с едой, которая перед нами. Вы видели, когда пытаешься от меня забрать или коснуться едой, принадлежавшей собаке. Да. Она злилась. Страшная зрелища. Ты ее кормил. Она должна уже понять, пора понять, что если ей не хватит, ты дашь. Румыния. А как только ты питаешься, и не важно какой размер она, такой маленький, малюсенькая или огромная, она все сходит с ума. Вот иногда мы сидим рядом с нашей тарелкой и начинаем вот так. Все, тарелка не касается. Это моя тарелка. Я и тарелка, а потом только тарелка и я, а потом только тарелка. Ну, живем с тарелкой. Вот это называется не обжором. Это не какой-то, мы смотрим на какой-то очень жирный человек, сидящий рядом с чипсом и в Макдоналдс. Нет. Простая тарелка, худенький еврей сидит и смотрит на тарелку, как будто бы Бога уже нет. Вот есть он и тарелка. Вот такой обычный человек. Вот когда человек жрет, жрет, значит, что он, он, он старелка. Вот теперь он старелка. Да? Или бухает ради себя, просто ему вкусно, просто ему хочется, ему нравится. Что тогда происходит? Ах, нишуу безэлле босох безэйвэйайм. Для чего он это делает? Лемало иставас гуфвой венавшей абэмис. Для чего он кушает? Что ему будет приятно и вкусно. Это бывает даже, когда мы голодны и нуждаемся. Но мы, когда сидим рядом с тарелкой, уже не думаем о нашей нужде. А о вкус, который мы получаем. Да? Помните, есть один из четырех элементов, которые собираются в нашей животной души. Это элемент воды, наслаждения. Вот это, вот виды наслаждения воды, которую мы наслаждаем для того, что нам будет приятно, вкусно. Что происходит тогда с едой, который, кашерная еда? Мы говорим о кашерная еда. Что происходит тогда с этого еда? Вот это, через такой вид еды, Иоэрэд хайо сабосор ва-яйн шебекир бый. Снижается аживленей. Габиятина, который он кушан. И вину, который он попал. Венекла, лэфишо, бара гаммур, Шебешолош клипес атмес. Йона беденьяеца, Втри клипот, Катория апсалутна язла, Времена. Вегуфой наасолуээн, Левушу милково, лэфишо, И наши человеческие плот, Человеческие тела, Мы перевращаемся в их колесница, Временно. Мы видели тут несколько характеристик. Кто? Первое, что из этого еда Перевращается в три клипот. Несуществования этого еда, Она уже нет. А дух, Душа оживления этого существования, Божественный дух. Который оживляет вот этого говядина, Вино, водка, фрукты, Не важно что. Он снижается благодаря нашей еде, Нашей поведении в три клипот. То есть, что снижается? То есть, еще раз, Отделается телесное состояние Этого говядина, Этого вино, Этого фрукта, Который является кошерным, Он клепот нога. Он отделается, Он уже приглашен В моем телесной жизни. То есть, Час клепот нога, Который я ел, Она объединялась с моим организмом, Это клепот нога. А частичка Богом, Который оживила Вот эта еда, Благодаря или виноватая Моя воображение О вкусная еда, О желании ее покушать, И этого мысли И чувства, эмоции, Которые я вкладывал в этого еда, Взала в плену Частичка Бога И снижала ее Три клепота. Временно. Временно. Третья часть. Первая это было Существование этого говядина Или вино, Или фрукт, Которое объединялось С моего телесной жизни. Эта клепот нога не менялась. Частичка Богом, Которая принадлежает Клипа, Которая сошла Во этого, Через клепот нога, Благодаря или виноватая Моя мысль И моем поведении, Мы снижали с ней В три клепота. И поэтому Второй. Частичка Бога, Который оживил Этого еда, Снижался Благодаря меня Временно. В три клепота. И я Тоже стал колесницей Треклипот. Почему я? Это же я виноват. Что это значит колесница? Я подчиняюсь ей. Я вошел в еда. Я перестал быть Правильный человек. Я перестал быть человек. Я баран. Я лошадь, Которую ношу колесницей. Треклипот. Временно. Тут подчелкивается вопрос Временно. Почему временно? Почему не постоянно? Ад Ашер. До когда? До когда? И учение Тору. И тогда что будет происходить? Мы будем вынимать Себьей из болота. Мы перестанем Бить колесницей. Треклипот. Это мы. И частичка Богом, Которой была дана Треклипот Из этого говядина Тоже вытащится Логично. Логично в общем. То есть Я сейчас Мы Сидели И кушали Думали только еда Вкус еда И так далее А через Десять минут Пошли молиться И учить в коле И теперь кто мы? Мы Теперь Идем к Богу. Еда Которую мы покушали Помогает нам Сидеть И не Не голодать? Да, помогает. Поэтому оно Помогает нам Все-таки Выходит. Почему Почему Это временно? Ки Лефиш Хойо Псар Хейтер Ве Яйн Кошер Леках Йхойлем Лахзор Велалой Симой Вешувой Лавей Да Сашем Почему Они Могут Возвращаться Кто Дает Нам Право Ну Ладно Мы Мы Вели Себе Неправильно Были Там Теперь Мы Правильно Ведем Себе Мы Поворачивали Обратно В сторону Всевышнего Но Когда Я Ел Я Похоронил Как будто Вот Эта Силу Всевышнему Которая Оживила Говядина В Трикли Под Как Я могу Ее Витас Квад Я могу Патаму Что Это Бала Касер На Говядина И Это Бала Касер На Вино И Касер На Водичка И Что Такой Слова Касер Что Такой Касер Шезе Лошейн Хэтэр Хумутар Кло Имар Шейн Кошур Восур Бъеды То есть Что Такой Касер Касер Это Слово Узал Некошерной На святом языке Называется Асур 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 Это Связан Завязан Касер Это означает Свободен Вот Вот Этого Касерная Еда Она Сама По себе Принадлежит Кому Клепотного Ее Ее Нельзя Перевратить Полностью В Трик Клепот Это Невозможно Сейчас В этом В этом Включается Еще Одно Очень Очень Глубокое Понимание Того Что Принадлежит Клепот Много Это Означает Что Частичка Бога Которая Находится В этом Существе Она Она Которая Сотворение Этого Вида Частичка Бога Которая Сотворение Корова Она Прошла Через В наш Мир Через Клепот Много Это Означает Что Она Никогда Не Пройдет Через Гимель Трик Клепот Это Не Будет Что Да Может Быть Через Поведение Человек Что То Перехвачено Временно В Трик Клепот Но Она Сама По Себе Всегда Будет Находиться Связано По Натуре Склепот Много Ну Объяснить Это Очень Плост Очень Плост Мы Не Встречали Слава Богу Наша Эра Рабы Небудь Но Мы Встречали Наши Предки Которые Жили В Настоящей Сталинской Советского Союза Мисловно Этих Людей Несвободны Они Так же Смотрят На вещами Как будто Сталин Еще Есть Иногда Они Разрешают Себе Что-то Делать Но Выглядывают За Спиной А Посмотрите На Ваши Дети Через Поколение Они Не Знают Ничего Кроме Сегодняшняя Ситуация Псом Глуб Говорит Что Хочу Сказ Так И Скажу Как Хочу Буду Вести Себе Работаю Или Не Работаю Гуляю Или Не Гуляю Напишу Что Хочу Фотографирую Что Хочу Буду Сказать Что Хочу И Полечу Куда Хочу Другими Словами Если Человек Свободен В Рождении Даже Если Будешь Его Взять И Посадишь Его Мысленно Он Свободный Человек Мысленно Он По Натуре Свободный Обратно Если Возьмешь Человек Который Жил Под Несвободу Даже Если Отправишь Его Потом К Свободное Госуданство Он Останется Всегда Огоничен Он Никогда Не Освободится Никогда Вот Здесь Не Позволять Он Не Получается Клепат Много Это Место Где Можно Соединиться С Богом Через Поведение То есть Условия Отправили Отправили Ее В изгнание В три Клепат Но Она Сама В натуру Может Перевратиться В душу Может Перевратиться В святом Поэтому Это Временно Условно Сейчас Пока Понятно Я Был Уребе На Рожжанах Я Встречал С Человек Очень Редкий Человек Реально Очень Уникальный Зовут Его Макс Он Стал Приближаться К Еврейству Когда Ему Было 16 Лет В Ленинград 69 Девятого Года 69 Он Друг Равин Коган Из Москве Сегодняшний День Изя Коган Он Был Главный Могел В 90 Годы И Все Распавшие Стран Союзом Я Рассказал Это В Субботу И Он Мне Рассказал Что В Его Юности Годы Когда Он Пытался Приблизиться К Еврейству Синагогу Которая Работала В Санкт-Петербург В Ленинград Были Несколько Хасидов Со Времен Ребера Ят И Ребера Шаб Которые Выжили Все Они Пожили Ссылки Лагера Чумы Из-за их Еврейства Из-за их Упорства В соблюдать Когда он Пришел В Синагогу Его Выгнали Выгнали Боялись Провокатор Нет Они Они уже Знали Что они Провокатор Они боялись За себя Они Не хотели Еще Не Будет Сажены Не Хотели Им Не Нужны Были Те Проблемы А В Ленинград В Москве Марина Роча В Синагогу Не Только Не Боялись А Привлекли Открыто Их Сажали И Они Вышли И Еще Сажали И Вышли И Они Открыто Все Сделали Вот Это Разница Между Свободным Человеком Здесь И Несвободным Человеком Не Важно Сколько Их Сажали Им Было Все Равно Все Равно Мы Делаем Как Хотим А Вы Можете Сажать А Других Говорили Нет Сажать Не Хотим Мы Поняли Правила Игра Понятны Все Хватит Были Так Мы Я Не Сужу Их Я Просто Говорю Что Это Разница Между Свободной И Несвободной Клепат Много Это Свободно Она По Натуре Может Минять Стороны Поскольку Что Она Клепа Она Может Снижаться Временно Снижаться Пока Они Взяли Ее И Вернули Мы Отвечали Что Происходит Частичка Богом Которая Находилась В Корове И Снижала Себьей В Триклипот И Когда Мы Потом Идем В Синагоге Начинаем Молиться Или Учиться Она Вытаскивается И Помогает Нам Учить Тору И Соединяется Теперь Сбога А Человек Что Сним Парис Ванит Тут Есть Очень Интерес Не Ответ Рак Ша Решим Ум Нишар Багуф Вал Кэн Цор Рих Агуф Лих Буда Кевер Кмеж Сбор Лек Амон Аз Человек Ну Душа Конечно Двинулась Обратно К Богом Она Учит Тору 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 да, придется потом трусить его в гроба. Интересно, да? Трусить в гроб. Я еще в гробу не был, буду, расскажу. Нет, я шутил. Нет, трусить в гробу. А потом мы дойдем ко всему. То есть, первое, надо понимать, что это такое, зачем так. Зачем так? Помните, мы говорили в субботу, тех, которые были в субботу на Фарбденген, мы говорим сейчас не о чува, о раскаянии. И не о чува и не о раскаянии. Мы говорим сейчас о очищении. Помните, эти слова, мы еще вернемся к ним, не сейчас, чуть позже в нашей главе. Очищение. Очищение делается через несколько видов. Есть двух видов, которые мы встретим в этой главе, следующее главу. Первый вид очищения, телесное очищение, это струсить его сильно в гробу или кафакела. Кафакела, это когда пользовались оружием в ранних времен, была такая чаша, которая выбросила камень далеко, да? Бросать, вот, для того, чтобы разрушать какую-то крепость или стену. Камнеметательная машина. Вот, вот, типа, это такой, такой вид очищения называется кафакела. Первый, пока не поймем, что это такое, сейчас не так важно понять, как это работает, особенно, что мы, ни одного из нас не собирается в гребу, в гребу в ближайшее будущее наберется. Но это все после смерти. Да. Ну да. Мы пока остаемся живы, в ближайшие, там, сто лет мы здесь, да? Поэтому не спешите, мир, я расскажу потом, что будет у тех, которые умерли. Мы это не касаемся. Не сейчас. Короче, для того, чтобы очищать тело от своего наслаждения, наслаждение, которое оставило след у человека, вот это нужно, вот это вид очищения. Что это значит оставило след? Это очень просто, на самом деле мы это живем, просто не замечаем. Когда человек встречал первый раз что-то нового, например, я не знаю, если вы помните нового, помните, лучше меня помните. Когда привезли первый раз к вам домой светной телевизор. Что произошло? Мы все сидели вот так. А через день, так, а через месяц, так. Уже видели, уже поняли. Что это делал в первый раз? Оставил след. Как будто бы какая-то царапина. Возбуждение какое-то, да? Каждый раз, когда мы получаем или даем себе новое вид наслаждения из этого мира, он оставляет в нас след. Почему это не ощущаем через сто раз? Потому что этого следа превратился в нас. Не стало легче, стал хуже. Хуже, наоборот. Когда мы наслаждаем вид еда, почему мы наслаждаем? То есть, никто не наслаждается, допустим, ест и в каком-то впечатлении ест пирожки. Ну, все едим пирожки. Еще одна. Это не значит, что мы не любим. Любим. Ну, впечатление. Первый раз, когда ели пирожки, очень было большое впечатление. А сейчас нет. Это не значит, что мы стали лучше. Мы еще привыкли к нему, да? Приемли. Да. И так же раз, когда мы встречаем нового вида еда, мы получаем еще царапины. Когда едим его постоянно, тут привыкли. Еще хуже становится. То есть, для того, чтобы вычистить нас из этого чувства, нам надо труситься в гроб. Сейчас Ребе опережает Будушева, в 8 главе, и объясняет. Я говорю вам, кошерная вида. Потому что, что не кошерная вида, это совершенно другой песня. И он говорит это сразу. Я не просто запрещенная. Тут игра слов. Асуриим, они связаны, в укшуриим, они с узлом связаны. Бъеде хицойным лаоилам. Через хицойным. Вне нашей стороне. То есть, в три клепот. Вечно. Когда они исчезнут, они не будут связаны, потому что их нет. А пока их есть, то нельзя ничему делаться. Они остаются там. Кмойши Косов, как написано. Весруах атуму авирмину овец. Говорит Всевышний. И дух клепа, тума, нечистота, я уберу из земли. Я уберу из нашей планеты. То есть, Всевышний это делает. Не мы. О. Есть еще один вариант. Как починить такой вид грех или не грех, или поступок, или нечистота. Связано с три клепот. Ад, ше ясе чувак дойло кольках, што он будет делать такая вид чува, ше сдойноис насулой кизхуяис, што грехово перевращаются в заповеди. Мамаш. Какой она витчува? Ше хи тщува ме аво, она тщува, которая виходит из лубви. Ма ойм коделибо из глобины сердца ба аво рабо из великая лубви ве хашейко и жажду вне фашейко. И прямо очень такая тяга большая душа. Ледавко в изборах. Кавсевишнему. Вецомо навшей ла Ашэм ка эрец айфо вецимо. Вецимо. И его душа как будто бы жаждает глоток воды во время нахождения в пустину. Где вообще воды нельзя найти? Вот такое ощущение есть у душа, такая тяга. Почему это помогает? Я объясню все. Понимаю, надо просто закончить вот. Ли хи ёйс, киад эну айта нафшо ба эрец ио вецалмобес еси трахла. До сих пор он нахадился в пустину, кгде нет бажест венасте. Верехойко ма ойд ма ойд маэр пне Ашэм бетахлис. Я набрала очи дилико из в Севишнему. И паэтаму сичас цомо нафшэй. И паэтаму он не ёт акай жажда. Биэсэр ойз мецимэй нэвшэса цадиким. Больше чем хатят сближэнья кавсэ Вишнему дажа у праведники. Кэмээмэр Рамзал и паэтамус казалимуд рецов бэмоким шабалэ тшуво имдим. Цадиким гэммурэм мэною михаилэм ламэд. Где находээсэ раскаивающийся балэ тшуво. Даже цадиким праведники не рабниваются, не срабниваются. И такой вид сорт чува, что грехов перевратили в заповеди, поскольку благодаря этих грехов он стал раскаиваться. Я понимаю, что ничего не понятно, я уверен, да? Я повторю то, что мы говорили в субботу, то, что будет какое-то вступление. Понять, о чем идет речь. Написано, что когда человек приходит к Рошашина, Йом-Кипур, он должен готовиться к чува. Чува. Чува – это значит раскаяние перед псевдором. Самое простое. Раскаяние перед псевдором. Если у него грехов, которые он совершил, связано с Богом, то его раскаяние, признание грехов и решение, что я так больше не буду вести себя, достаточно и всевышно простить ему. А если он обидел человека, это не поможет. Он должен идти к человеку, просить у него прощения, это же всевышно не может простить за человека. А если человек украл от кого-то деньги или имущество, имущество хуже, чем деньгами иногда, то пока не наладится вопрос с украданными деньгами или имуществом, и с этого человек тоже не принимает от него раскаяние. Всевышний не принимает его раскаяние. Это одна сторона, которая написана везде, в Тальмуде, в Аллаху, везде. Второй часть. Написано в Тальмуде, что если мужчина встречает женщину на улице, и он подходит к ней и говорит, «Слушай, Сара, я тебя хочу». Поэтому я знаю, что ты очень религиозная, очень верующая. Да, я тебя, на тебя женусь. Я предлагаю тебе сватбу. И вот кольцо. И ты, моя жена, за этого кольца, как надо делать по-еврейскому, с условия, что я совершенный праведник в Аллаху. Мы сейчас не будем входить в тонкости. Она должна получить развод от него. Она не может говорить, ну, он же грешный, все равно. Принимала кольцо и думала, что это он дурачился. Нет. Так нельзя. Теперь, если она хочет от него избавиться, она должна получить от него развод. Идти в равенадский суд и получить развод. Что такое? Ну, мы же видим, что он грешный. Говорит Тальмуд. Почему такой закон? А вдруг, перед тем, что он встречал этого девушку, он думал, что я такой грешный, не хочу я быть больше грешным. Я перестаю быть грешным. И я раскаиваю о всех моих грехах. И поэтому, вероятно, что за этого можем его считать праведник. Так, секундочку. Может быть, он вор. Может быть, он воровал от кого-то. И если он воровал от кого-то, он не может раскаиваться без налаживания отношений с этого еврея. Как он может теперь раскаиваться? Если не еврея, то же самое. Если он воровал, то же не еврея, то же самый закон. Как он может теперь быть? А в Тальмуде нет заголовок. А если он воровал, то не может. Такого не написано. Просто любой еврей, может быть, раскаивался, он праведник. Она должна получить развод. Почему? Это как-то не сходство. Ответь. В Чува есть ее рамки. Это же законы. Законы в Торе имеют начало и конец. Характеристика, какая она есть. Чува, который написано, что человек сделал, это принял решение. Я грешать больше не буду. Даже без раскаяния. Раскаяние – это условие не для Чува, а это второй част этого Чува. Но достаточно, что человек подумает, я больше не грешу для того, чтобы быть праведником. Вторая часть – это получить искупление. Искупление – это означает, что будут считать его такой же любящей евреей, как праведник. Искупление – это когда ты пойдешь к этому еврею и будешь сгладить с ним отношения. Вернешь обороны деньги. Будешь заниматься теми, которые неправильные вещи, которые ты должен. Будешь перед Всевышним раскаиваться, то есть считать всех грехов и сказать, я прошу прощения за этого, и прошу прощения за этого, и прошу прощения за этого, из-за этого, прям слухом. И тогда этого искупления достаточно, что тебя будут читать возвращавшиеся евреи. Бальчува. Секундочку. Это все в рамках закон Тор. А теперь есть внутренний мир. А удовольствие, которое ты получил из этих грехов, как ты вынимаешь это из твоих памяти, как тебя чешает теперь неотношение между тобой и другими, от тобой и Всевышней, как ты становишься правильным. Тот, что называется пневмютатором, внутренний себя. Это Хасидот учит нас. Как ты становишься правильным. Ну, а это другое песня. За этого ответ, что это, это называется у мудрецов мусар, есть такое движение мусар, это называется чуват мишкал. Должен быть вес. Сколько ты наслаждался, столько ты должен страдать. Сколько ты получил удовольствия, так ты должен сейчас получить обратно. когда мы говорим о еда, ты получил наслаждение из еда, выдерни от себя. Мой брат служил в спецназ. Израил. После того, что они покушали в начале тренировки, они так тренировались, что они прямо вышвырнули от них все, что было, все, что они покушали. Они, понимаете, все вышло на улицу. Все. Забыли вообще, о чем идет речь. Когда они вернулись, покушали, они вообще не думали о еде. Они думали, что покушали для того, что не видят наружу. То есть, тот, который им сказали кушать. Вот это, вот это, вот это, потому что это укрепит ваши. Былки и так далее. Что, что не это вообще не каснулись. И не важно, вкусное, но то уже печальное состояние, вообще не интересно. Кушали для того, что выдержать. То есть, ты получил наслаждение, верни наслаждение обратно. Вот наслаждение вытащи от себя. когда мы говорим о кошерной еде, это достаточно. Вот наслаждение вытащи, надо вытрянуть наслаждение. Когда мы говорим о некошерной еде, там совершенно другое положение. она становилась ты. То есть, некошерная говядина превратила в ты. Как теперь вытащу отсюда? Как я могу вытащить от тебя сейчас? Как я могу это делать? Что делать? Вот, найти где-то жил под животом и выковырить его. Что мне делать? Вот, вытащить кусок крови и выбросить его, и теперь вот, это была свиня, свиня вчерашняя. Что нам делать? Как его вытащить? Тебя простили, ты просил прошения, все простили. Ты раскаивался, говоришь, я кушал, не кушал моя еда, прошу прошения. Хорошо, постели, но ты хочешь быть чистой. Как вытащим от тебя? Об этом говорит Ребе, это совершенно глупой вид раскаяния. Это не трусить себя в гроб. Это не поможет. Или Всевышний просто вынимает составляющий из наших миров клепа, тогда ну Всевышний очищал тебя. Или ты начал возвращаться ко Всевышнему только из-за того, что ты делок. Обычно нет. Вот тут сидяча в зале несколько, которые не видели детей несколько месяцев. когда мы не видим наших близких много времени мы больше их хотим. То есть почему мы хотим их больше? Из-за того, что мы далеки. этого человека согрешил должен из-за того, что он стал дольше от Всевышнего так сильно его хотеть. то есть другим словами благодаря ковичках свинья, когда он покушал, теперь он больше хочет. И как будто бы свинья помогла ему стать ближе ко Всевышнему. Но это очень высоко. Это называется чува из любви. Сближение. И он сближится ко Всевышнему намного больше, чем у праведника. Праведник никогда не был далеко. А он хочет больше. Поэтому он такой. Это другой уровень. Совершенно другой уровень.